Есть древнегреческий афоризм, который часто используют в интеллектуальных и политических кругах. «Змея проползла под кроватью». Что она означает и почему именно змея в Библии была возле дерева познания добра и зла? Сейчас я вам кратко объясню, почему именно змея, а не какое-то другое существо было возле этого дерева. Ведь не случайно именно змея и именно дерево познания. После этого урока истории искусства вы засомневаетесь в том, что змея это зло в Библии. Потому что это совсем не так. Эту шаблонную мысль повторяют друг за другом всякие малообразованные сеньоры. Это очень поверхностное суждение. Жемчужины мудрости, они всегда в глубине океана. Мыслить нужно глубже. Меня зовут Влад Кава. Я искусствовед и богослов. Получил образование в Папском университете Вечного города Рим. Спасибо подписчикам канала за ваши донаты и поддержку моей культурной деятельности. Благодаря вашей поддержке я снимаю уроки по истории искусства, философии, бесплатные уроки итальянского языка. И вот недавно я создал новый канал по психологии для женщин. Как женщинам отстаивать свои личные границы, уважать себя, поднимать себе самооценку и не допускать к себе всяких абьюзеров и мудачков. Ссылка на эти мои каналы в описании под видео. Для начала введения. 2000 лет назад врач, который был рядом в момент смерти знаменитого философа Плотина, который, к слову сказать, основал в Риме чрезвычайно популярную школу неоплатонизма. Его книги до сих пор интеллектуалы читают и перечитывают с нескрываемым, диким таким восторгом. После того, как Плотин уснул вечным сном, врач сказал, змея проползла под его кроватью и исчезла. Дело в том, что змея у древних греков символизировала душу человека. Да, не только медицину, не только исцеление. Это очень необычные и самые древние. Я даже имею наглость утверждать, что это один из самых первых символов в культуре, по моему наблюдению. Почему я так считаю? Я более подробнее об этом рассказываю на своей длинной лекции про уроборос, про змею, которая свернулась в кольцо и кусает сама себя за хвост. Она доступна спонсорам моего ютуб-канала и подписчикам на патреоне. Или вы можете купить доступ к онлайн записи этой лекции на сайте моей итальянской академии искусства. Ссылка будет в описании под видео. Как вы знаете, яд змеи в правильных дозах исцеляет человека, а в неправильных дозах убивает. А если понемногу принимать яд, то он повышает наш иммунитет. Поэтому змея имела много символов. Это и символ жизни, это и символ смерти, это исцеление, это мудрость. Мало кто знает, что она также символ духовного знания и символ внутреннего познания. Она даже символизировала освобождение и душу человека. Все, что касается темы души человека, я рассказываю на своем базовом курсе «Что такое душа?», где мы анализируем древние тексты разных религий. Читаем язык оригинала и отвечаем на этот сложный вопрос, вечный вопрос. Поэтому фраза «Змея проползла под кроватью» стала греческим афоризмом. «Змея» означала и философские, и эзотерические знания. Она символизировала возможность познания высших идей. Но одновременно с этим она означала опасность сближения с этими высшими силами, с этими высшими идеями. Потому что далеко не каждый человек готов познать истину, готов узнать правду. Многим людям, как вы знаете, нужна сладкая ложь. Или еще говорят «святая ложь». Ложь во спасение, если говорить дипломатическим языком. Также и «Змея» может символизировать сближение с этими темными, низшими силами. Например, некоторые источники, древние тексты связывают «Змею» с богиней Хаоса, которая является антитезой космической гармонии и порядку. Но здесь же тоже не все так просто. Здесь абсолютно безграмотно говорить в черно-белых тонах. Кто видел мою лекцию про символизм Ура-Бороса в культуре Древнего Египта и Месопотамии, тот понимает, почему. Кратко пройдемся по пунктам. Пункт первый. Первый символизм змеи. Это, разумеется, мудрость и знание. В древнегреческой мифологии змея часто ассоциировалась с мудростью и знанием. Через различные образы и легенды. Например, известная легенда о трех главах змеи, в которой Геракл обучается мудрости. Этот древнегреческий миф символизирует понимание, что мудрость можно найти в самых неожиданных местах. Вы ведь понимаете, да, что древнегреческие мифы, это не просто сказки. Это как басни, как притчи для древних греков. Они через эти мифы получали, скажем так, народную мудрость, народную знание. Вот такой мифологический образ. Напомню вам этот миф, чтобы вы понимали, о чем идет речь. Лернейская гидра была многоголовым змеем, чьи головы возобновлялись после того, как их отрубили. Поэтому ее невозможно было победить. Гераклу было дано задание уничтожить эту чудовищную змею. Когда он отрубил одну голову, то вместо нее сразу же начинали расти две или три головы. В этот момент его племянник Йолайс, или еще по другому переводу его называют Йолаус, предложил Гераклу помощь, рекомендовав выжигать основание срубленных голов, сразу же после отделения головы, тем самым предотвращая возникновение новых голов. Таким образом, Геракл справляется с задачей, благодаря мудрости Йолайса, который предложил нестандартное решение проблемы. Эта легенда демонстрирует, что мудрость может проявляться в самых неожиданных и нестандартных решениях, которые помогают преодолевать трудности и проблемы. Змея в данном контексте символизирует идею того, что мудрость может приходить откуда угодно, даже из самых необычных источников. Поэтому нужно быть терпеливым и внимательным. Второй символизм идеи змеи – это исцеление и медицина. В этом контексте символ змеи имеет очень древние корни и широкое распространение в самых различных культур, и включая Древнюю Грецию. В древнегреческой мифологии змея обвивает посох бога медицины и исцеление – Асклепием. Этот бог мог воскрешать даже мертвых. Но в итоге Зевс убил Асклепием, потому что эта его способность стала угрозой для богов, которые, разумеется, опасались, что эти смертные человечки станут слишком могущественными. И благодаря его исцеляющей способности, ну, ведь как в жизни бывает, мы с вами набираемся знаний, мудрости житейской, только к старости. В юности мы еще гуляем, думаем о всякой ерунде и так далее. И только уже прожив, пожив, пережив всякие приключения, мы можем передать свой адекватный, полезный опыт более молодому поколению. Потому что сами мы уже не успеваем пожить с этим багажом знаний. Потому что по мифологии Древней Греции именно Зевс так решил. В тот самый возраст, когда человек уже вот поуменел, понималка начала думать, работать, то все, баста, фенита ля комедия, конец нашего жизненного запаса. Потому что Зевс решил, что это слишком опасно для богов, а то ведь еще люди начнут строить свою Бавилонскую башню и поднимутся на Олимп богов. Нельзя такого допустить. Но после смерти Аскрепия он был превращен в созвездие Змеи. Змейный образ его посоха и символа исцеления, который он использовал, чтобы приводить людей к выздоровлению. Этот его посох с изображением змеи, которое обвивается вокруг него, стало одним из главных символов медицины, известным как посох Аскрепия или Аскрепиевский посох. Этот символ стал общепризнанным знаком медицинских учреждений и медицинских профессий. Он используется до сих пор. Символика змеи Аскрепия также привлекала верующих и вокруг его культа возникли святилища, включая лечебные центры и оракулы, где предполагалось, что Аскрепий дарует исцеление через своих вестниц, которых называли телесными жрецами. Таким образом, змея символизировала исцеление медицину и силу природы, которая могла способствовать выздоровлению и обновлению. Ее изображение на посохе Аскрепия стало узнаваемым знаком исцеления и приверженности к идеям здоровья. И это образование означало значительное влияние на развитие медицинской символики в последующие времена. Всемирная организация здравоохранения ООН официально утвердила посох Аскрепия в качестве символа медицины. Еще интересный факт, что из-за этого мифа врачи Средневековья и Нового Времени часто ходили с посохом. Набалдашник на посохе был полым, таким крупным, потому что внутри находились те или иные лекарственные препараты. Поэтому очень часто в фэнтези мы видим магов, волшебников с большими посохами. И на основании наконечники этого посоха мы всегда видим огромный такой шар. И внутри этого шара, как правило, заключена какая-то там необычная, самая сильная мощь. То есть, таким образом, посох, он не просто помогал врачам Средневековья при ходьбе, но и был в буквальном смысле аптечкой первой помощи. Андиама Ванти. Идем дальше. Третий пункт, третий символ змеи, это бессмертие и воскрешение. Эта идея также имеет свои корни в различных, очень и очень древних культурах и мифологиях, в разных концах мира, в том же Древнем Египте и у цивилизации шумеров. Об этом всем я рассказываю на своем базовом курсе. Хочу еще чуть позже написать лекцию про этот символизм змеи в культурах индейцев, которые раньше населяли Америку. И, конечно же, культур Индонезии. Там чрезвычайно интересные, необычные идеи на этот счет. У меня за окном сейчас идет дождь, поэтому звуки капля дождя могут в микрофончик слышать. Поэтому, мискузи, если какие-то такое что-то будет на фоне шуметь. В древнегреческой культуре символизм змеи, как бессмертие и воскрешение, можно разделить на несколько аспектов. Я приведу пример на каждый из них, который демонстрирует, как змея в различных контекстах символизирует эту идею. Змея и перерождение. Одним из наиболее знаменитых свойств змеи является ее способность сбрасывать старую кожу. Тем самым она обновляется, как бы омолаживается, а следовательно этим она олицетворяет перерождение и возрождение. Как феникс, да? Это свойство змеи крайне впечатляло многие древние культуры. И это стало символом вечного цикла жизни, смерти и возрождения. Символ вечной молодости тоже. Возможно вы встречали эту идею в некоторых художественных фильмах. Далее это же конечно же Ураборос. Но у меня есть отдельная очень глубокая лекция про него с метафизическими идеями. Поэтому тут я буду краток. Змея, которая образует кольцо и съедает свой хвост это архетипические изображения. Они воплощают идею бесконечного цикла времени и вселенной, где все продолжает перерождаться и возвращаться к исходному состоянию. Это и символ космоса, порядка. Это и знак городской культуры, где змея окольцовывает цивилизацию, гуманность, человечность от варварского состояния. Подробнее на лекции. Дальше идем. Змея и бессмертие богов. В греческой мифологии змея, как вы уже понимаете, она ассоциировалась с бессмертием как людей, так и богов. Например, в легенде о Геракле герою было поручено убить лирнейскую гидру, которая была многоголовым чудовищем. И одна из ее голов была особенно важной. Эта голова была бессмертной. И Гераклу нужно было закопать ее, привалив при этом очень большим, тяжелым, огромным камнем, чтобы победить ее окончательно. Было недостаточно просто обпалить ее место отрубленной головы. И последнее. Это божество Геката. Геката была древнегреческой богиней и она ассоциировалась с магией, колдовством, волшебством и переходами. Ее культ был чрезвычайно разнообразным. И она часто изображалась с тремя головами, что символизировало ее присутствие в трех мирах небесном, земном и подземном. Змеи также были связаны с Гекатой и ее культом, отражая идею воскрешения и перерождения, связанных с богиней и магическими практиками. Древние греки, которые занимались мистикой, называли ее еще лунной богиней вселенной. Думаю, это имя вам более знакомо. Согласно халдейским оракулам, Геката является частью божественной триады, которые держат основу мироздания. Кстати, есть замечательный фильм Гатака 1997 года. Очень такой лунный фильм, я бы даже сказал с легкой фиолетовой печалью. Очень полезный. Это антиутопия, где поднимаются вопросы будущего, генетических технологий и их влияние на свободу выбора человека. Особенно сейчас, в наше время, эти идеи очень актуальны с развитием всего этого Алора. Этот фильм про человека, который несмотря ни на что шел за своей мечтой, не жалея себя, чтобы полететь в космос. Там есть все эти идеи, которые я только что описал. Алора. В общем, змея стала ярким архетипом, который отражает вечный цикл жизни и смерти, а также надежду на перерождение и продолжение жизни после смерти. Такие ассоциации сделали змею, как вы понимаете, очень важным символом в древнегреческой мифологии и далее оказало влияние на другие культуры и религии, где эти символы также нашли свое место и, следовательно, перенеслись и в нашу современную культуру. Много примеров этого я привожу на своем базовом курсе по мифологии древнего Египта и Месопотамии. С этим познакомились, идем дальше. Следующий пункт, четвертый символизм змеи. Он касается храмовых культов, которые связаны со змеями, которые играли очень важную роль в религии древней Греции. Эти культы имели свои особые святилища и поклонения богиням, связанные с мудростью и целительством и, разумеется, пророчеством. Для более полной картинки я приведу вам пример трех храмовых культов, связанных со змеями. первый культ, самый знаменитый это культ Афины. Но вы это явно знаете, вы это видели в фильмах, в мультиках. Это богиня мудрости и защитница города Афины. В римской мифологии она имеет имя Меневра. Она была тесно связана со змеями. В одной из легенд, связанных с культом Афины была история о Эрихтонии, которого Афина усыновила после того, как его мать Гея это земля родила его из земли. Понятное дело. Эрихтоний был представлен как полузмей и Афина поместила его в специальное святилище, где змеи заботились о нем и оберегали его. Это отражало связь Афины со змеями. Ее покровительство мудрости и магическим всяким аспектам. При его рождении Афина дала ему в кольце капли крови, одной из змеиных чудовищ Горгон. Две капли жизни и смерти. Классический символизм змеи. Следующий культ Аскрепия Как я говорил ранее, культ Аскрепия бога исцеления и медицины помните посох со змеей, которая обвивает его. Он был чрезвычайно популярен во многих регионах Греции. Его святилища назывались Аскрепионами. Они были местом, где больные люди и всякие посетители искать исцеления и лечения. Змея считалась священным животным в Аскрепионах и их присутствие там считалось благоприятным исцеляющим знаком. По преданию змеи Аскрепия они обладали исцеляющей силой и они могли подходить к больным людям во время их сна, прикасаться к ним и тем самым лечить их. Интересная мысль, да? Вот отсюда фраза змеи проползла под кроватью, который тоже имеет двузначный смысл. Змея может подарить исцеление пациенту, который лежит на кровати или помочь ему уснуть вечным сном, что тоже может быть в некоторых случаях подарком, благословением, освобождением. Переземпио, например, помните философа Сократа, который, будучи в тюрьме, выпил яд, отказываясь от помощи его учеников в бегстве. Для него смерть, она была освобождением души от бренного тела. Он хотел, чтобы его душа, помните, этот образ мотылька, бабочки вылетела из этого тела, из этой темницы телесной, потому что тело в представлении древнегреческой философии она причина телесных мучений. Кстати, у меня на канале есть видео про символизм этой картины, где я по полочкам анализирую каждый символ того, что здесь изображено. Это очень знаменитая картина, которая всегда везде используется, поэтому не помешает вам познакомиться с ней, чтобы понимать, почему ее так часто используют в интеллектуальной литературе. Ссылка на видео будет в описании. Третий культ это культ Деметры. Богиня земли и урожая. Она была связана со змеями через ее дочь Кору. Другое ее имя Персефона. В легенде когда Кора была похищена и приведена в подземный мир, где Деметра отчаянно искала ее. И этот культ был известен своими мистериями, секретными обрядами, доступными только специально посвященным людям. Змеи, как символ тайны и трансформации, играли ключевую роль в этих мистериях, которые связывали с перерождением души человека и пониманием тайн природы. Именно глубоких тайн природы, идеи, мира, идеи. Почему? Потому что змеи это символ перерождения. Здесь это уже не просто символ, а архетип перерождения. Они сбрасывают свою старую кожу, помните, да? Это аналогия с вечным циклом, круговоротом в природе. Смена сезонов года, плодородное лето и весна, а затем смерть зимой, погружение мира в темноту. Природа засыпает, погружается в ночь. День, световой день короткий, делается, и ночь, темнота длиннее становится. Ну, и змеи, они ведь тоже, они обитают под землей, они роют себе норы в земле, они скрываются, поэтому у них была связь с плодородием и ростом растений. Это было, как вы знаете, чрезвычайно важно для земледельства и сельского хозяйства. Следовательно, таким образом вы понимаете, что змеи стали посредниками и в другой мир, в другую реальность, которая недоступна обычным людям. Вы ведь знаете, что все темные силы, они просыпаются именно ночью, в темноте. Люди боятся идти в темный лес, в темную пещеру, а змеи как раз очень активны в это время и в этих местах. Поэтому часто в магии, оккультизме, алхимии мы встречаем образ змеи, как того, кто помогает человеку найти, скажем так, свой ответ на определенный вопрос. Вопрос один и тот же, но ответы разные. Для человека есть свой ответ. Но ведь вы понимаете, что правда, истина, она нужна только единицам, избранному кругу людей. Остальным нужна святая ложь, матрица. Я очень быстро и сжато сейчас все это говорю, потому что, думаю, вот этот образ змеи, как перерождение вечного, понятен. Змея сбрасывает кожу, плюс уроборс, змея, которая в кольцо, вся символика этого символа, перерождение, заново сотворение мира и так далее. Я думаю, все это понятно, не хочу просто повторяться. Если что, видео на моем канале более детально есть на определенную из этих тем. Аллором. С четвертым пунктом закончили. Как-то мы долго на нем остановились. Идем дальше. Пятый символизм змеи это природа и космос. Ну, это тот же уроборос, змея, которая образовывает кольцо и круг и съедает свой хвост. Это бесконечный цикл времени и вселенной. Космос это порядок мироздания. Природа вечный цикл по кругу дойдет. Сакральный порядок внутри хаоса или говоря христианской терминологией райский эдемский сад посреди хаоса и в середине есть ось мира, точка, древо мира. И стены сада или переходя на другой язык города, цивилизации это змей, который создает кольцо и тем самым оконтуривает пространство, делает границы, отделяет пространство от порядка, гармонию от хаоса. Ну, тут много сложных вещей, метафизических вещей, онтологических. Об этом символе уробороси у меня есть, как я уже говорил, отдельная лекция, где я все это детально рассказываю, объясняю на примерах древних текстов и мифологии. Пункт шестой. Змея как охрана и защита. Если вы играете в видеоигры, то вы точно знаете, что змея в играх всегда охраняет что-то важное. Это не случайно. Это тоже все из древних мифов. В древнегреческой культуре змеи были хранителями, хранителями священных мест. Они часто встречались в священных местах, такие как храмы, алтари, всякие сакральные источники и даже амфитеатры. Они считались священными существами и рассматривались как хранители и защитники таких мест. Думаете просто так? В райском саде змей был именно возле самого главного древа познания добра и зла. Не возле какого-то там другого дерева, а именно возле этого. Он как охранник был возле самого главного запрещенного дерева, запрещенного знания. Как он охранял его, как он справился со своей задачей, со своей функцией, это уже совсем-совсем другой вопрос. Да и какая функция была у змея в саду? Бог создал змея для чего? Киса. Кто знает? Змея можно назвать искусителем, его можно назвать виновником, его можно назвать злом, а можно его назвать посредником, посредником между двумя мирами, миром людей, нашим миром, и миром богов, миром идей. Кто читал Платона? Понимает о чем речь? Знать, что такое истинное добро и что такое истинное зло может только бог. Пути господни неисповедимы, как говорится. Между прочим, в древнегреческой мифологии змеи иногда рассматривались как посланники или охранители богов. Они могли служить как посредники между человечками и божественными силами, а также как существа, которые оберегают святые сакральные места. Но это так, информация чисто на подумать на досуге. Ма, баста. Теперь талисманы. Изображения змей или их образов использовались в качестве талисманов или амулетов, которые призваны оберегать, защищать своего обладателя от всякого сглаза, неблагоприятных сил или всяких бедствий. Считалось, что они помогают привлечь духовную мощь. Сейчас тоже некоторые люди носят кольца с изображением змеи или подвески. Это никуда не ушло. И это просто дремучая, очень-очень дремучая идея. Их использовали еще где-то как точно 8000 лет до рождения Иисуса Христа. Их постоянно использовали как амулеты и талисманы еще в древнем Египте. Поэтому евреи, когда были в плену в Египте, они взяли кое-какие символические образы из египетской мифологии. В текстах Библии мы это видим очень часто. Еще это символ воинственности, символ воинов. Змея в древнегреческой мифологии часто ассоциировалась с воинственностью, огромной силой и смелостью. Некоторые герои и боги, такие как Геракл, изображались со змеями, что символизировало их качество воина, их способности защищать. Ну или что они настолько благословлены богом, что их даже змеи не трогают, не кусают. А змеи это ведь тоже чрезвычайно необычные существа, чрезвычайно необычные хищники, они тоже воины. Это существа с непревзойденными физическими качествами, такими как скорость, как гибкость, и яд. Змея может жить в земле, она может жить под водой, даже если вы сбросите змею с очень высокого этажа, то она приземлится в полной безопасности, она не разобьется. Змея может быстро атаковать, а может быть очень медленной, она может медленно, почти незаметно, обнять свою жертву, она может ласково и нежно обнять, а затем в своих объятиях задушить. И как вы знаете, практически невозможно освободиться, когда змея тебя душит. Это нереально. Ни одно животное не способно освободиться, если змея обнимет его. Эти аспекты делали змею символами мощи и силы. При этом часто имена защиты. Потому что если ты идешь, не трогаешь змею, то она не трогает тебя. Она тихонечко себе там спит древним сном. Никого не трогает, как во всех мифах. Но потом вдруг появляется какой-то герой, тревожит змею, тревожит ее вечный покой змеи или дракона. Дракон тоже по своей сути это змея. И затем начинаются всякие приключения. Поэтому кстати почему именно дракон и почему именно герой рыцарь. Это мы будем говорить с вами на лекции про сказки терапии, про мифологию сказок, про психологию сказок. что это тоже внутренняя трансформация героя. Когда он сталкивается со змеем, с драконом. Дракон это всего лишь метафора. Вы понимаете. Если смотреть на змею, на все эти сказки, рассказы рыцарь, который за дамой защищает даму, либо спасает кого-то что-то от змея, от дракона. Если вы будете в эту символику змеи, дракона проектировать, что это метафора, а не настоящее существо, то вы по-другому посмотрите на эти сказки. Мы об этом будем говорить на другой лекции. Вот поэтому в некоторых регионах Древней Греции мы встречаем змеев как защитников домов и целых семей. В некоторых регионах змеи считались добрыми духами, которые защищают дом и живущих в нем от злых сил и всяких бедствий. Люди делали всякие скульптуры, рисунки с изображением змеи в своих дворах, садах или даже на стенах домов мы находим этого, чтобы этим привлечь благосклонность змеи, защиту, скажем так, змеиный дух. Ну и давайте завершим этот короткий урок мифологии символическим числом семь. Седьмой пункт, седьмой символизм змеи. Змеи в Древней Греции играли важную роль в эзотерических и оккультных практиках, которые были связаны с мистикой и знаниями и путями просветления. В Древней Греции змеи считались, как вы поняли, как вы уже знаете, священными существами. Они были связаны с пророчествами и оракулами. Наиболее известный пример это оракул в Дельфах, где возможно змея какая-то божественная или полузмея или какое-то змейное существо. Оно служило связующим звеном между богами и прорицателем, пророком, оракулом. Это известная пифия. Видите, это ее древнее изображение со змеями, которые ползают по ее телу. она была жрицей. Либо она была архетипом жрицы. Если вы слушали мой базовый курс по мифологии шумеров, то вы знаете, что жрицы, самые главные жрицы, они были сосудами для определенных божеств, женских божеств. Вот здесь в Древней Греции жрицы тоже могли быть как сосуды, которые вселялись во время ритуалов божества, да, вот как это божество. И с помощью их тела они передавали определенные знания. Потому что жрицы, они так же само, они вступали в определенный транс, благодаря которому они предсказывали будущее под влиянием вот этих вот божественных сил. Им помогали в этом змеи. Кстати, змеи тоже охраняют оракул. Гераклу приходилось с ними тоже сражаться. В некоторых эзотерических учениях и философиях змеи были символами и аллегориями для духовного просветления истины или перерождения. Многие древние общества включали тайные инициативные обряды, доступные только посвященным. И в них змеи участвовали в таких ритуалах. И разумеется, практики восхождения души. В античной Греции были различные философские и религиозные системы, которые включали практики. В одних философиях это восхождение души, а в других это освобождение души и достижение духовного просветления. Но об этом я немного рассказываю в двухчасовой лекции про то, что такое душа в греческой философии. Она часть моего большого курса. В таких системах змеи могли служить символами для важных этапов духовного развития или преобразования. Так что под кроватью каждого философа прячется змея. Она ждет своего часа. Кому-то она даст просветление, освобождение, а кому-то поможет уснуть вечным сном. Ну или сном безумца. Видите сколько слоев смыслов, если рассматривать более серьезно этот образ. Эзотерические и оккультные практики в античной Греции были очень и очень многообразными. И они зависели от конкретных верований и традиций определенного региона. Змеи как символические существа были включены в различные практики и учения. Что как вы видите обогащало древнегреческую символику, мифологию, религиозную систему. добавляло в пейзаж философский много интересных оттенков, много интересных лотосов, цветов, или говоря другим языком, логосов. Как вы видите, символ змеи не был однозначным. Он мог различаться в зависимости от города, времени и контекста его использования. но и немножечко пикантности заключения, как вещенку на торт. Змея очень напоминает мужское достоинство. Как его там называют? Одноглазый змей? Думаю, тут все ясно. Рассказывать эту символику не нужно. Ну, или, возможно, я как-нибудь сниму про этот символизм отдельное видео, потому что он тоже очень интересный, он тоже очень богатый и очень древний. Оставляйте свои комментарии, я люблю читать их, они меня наполняют вдохновением и радостью, желанием снимать новые видео для всех моих каналов. Ссылка на них будет в описании. Там много моих каналов, там даже каналы по медитации, но в основном это для женщин. Спасибо вам. Бачу.